Я думаю, что с теми объемами, тем более вот в этом контракте, который будет по Назару, работ по асфальтиру немного. В основном на сегодняшний день в такую большую цифру тянет это благоустройство. Это устройство барберного камня, поребрика, тротуаров и так далее. Поэтому здесь, конечно, ну вот у вас есть наш подрядчик господин Артеменко, да, в принципе, видите, он справляется, это ваш, ну, есть же другие подрядчики, просто мы выиграем, а на самом деле же сегодня в рамках законодательства оно беспокоится о малом и среднем бизнесе, не буду комментировать, но, в принципе, мы по закону должны привлечь там от 15, я не помню в этом, как прописано, от 15 до 30% на субподряд. Поэтому, в принципе, тут и у вас, мы тоже местные, я всегда говорю, мы хоть и Ачинская ДРСП, здесь у нас участник, он с давней историей, это было Назаровская ДРСП, там не будем вдаваться, и, в принципе, он существует, и, в принципе, готовы здесь все, работы выпадают. Скажите, вот важным условием контракта, это все-таки его реализация за счет собственных средств предприятия, и только потом оплата. Ну, да, поэтому мы и говорим, что на сегодняшний день та ситуация в стране, в стране, она была, ну, как, для нас менее, ну, как сказать, менее... Болезненной? Болезненной, почему? Потому что мы, я не хочу сказать предвидели, но мы рассчитаны на эти объемы, и эта же ситуация не изменялась, все контракты, они не предусматривали раньше каких-то кредитований или авансирований, да, это только вот после вот определенных условий, как я говорю, сегодня есть механизмы уже законодательно, как эту проблему решить. Ну, а у нас, я еще раз говорю, мы, лимиты у нас очень, мы с банком БТБ, вот у нас кредитная как история, или как это, порядка двух миллиардов рублей они абсолютно идут, поэтому каких-то вопросов финансовых там у нас нет, и как у других мелких предприятий, поэтому мы обеспечены кредитными ресурсами и всеми вопросами. А вас не беспокоит, что вот все-таки реализовывать контракт придется вот в такой период, когда начнутся дожди, осень? Ну, смотрите, сегодня, ну, если так, краткий курс дорожника, СМИ же всегда на сегодняшний день выищивают лужу, там, дождик и так далее. Сегодня технология производства асфальтобетона, вкратце, да, главное, это выдержит температурный параметр, и, ну, как вот вы говорите, в лужу. В принципе, сырая погода или какие-то эти, ну, представляете, сегодня шима, это укладывается при температуре 180 градусов, поэтому... Не мешает работать? Это не мешает. Конечно, если снег, дождь, прям вот затопило, понятно, а температурные условия позволяют, там, минимальная температура укладки, она должна быть 90 градусов.